Красочными фейерверками, яркой иллюминацией встретили Новый год в России. Каждый год жители столицы российской ждут новогодней погоды, хрустящего мороза и легкого снегопада. Однако в этом году за окном была плюсовая температура, которая, впрочем, не испортила праздничное настроение москвичам. Новый год вместе с россиянами встретила наш корреспондент Дана Нуржан. Бой кремлевских курантов – самый главный символ российского Нового года. Это потом уже Оливье и поздравления президента, мандарины и запах еловых веток. Встретить Новый год у стен Кремля на Красной площади повезло только тем, кто заранее оформил специальный билет. Таких счастливчиков немного, всего около 6 тысяч человек. А для всех остальных жителей страны куранты бьют в прямом эфире по всем телеканалам и на всех центральных городских площадках. В первые секунды Нового года над главной площадью страны расцвели букеты из пионов и хризантем, волны водопада из золота и серебра, верцающие кольца и короны. А через час фейерверки запустили на всех праздничных площадках столицы. В Москве раздули для празднующих встречу Нового года десятки вариантов интересных программ. К примеру, в Сокольниках дискотека в стиле 90-х, на Таганке гостюмированная вечеринка по мотивам романов про Гарри Поттера и квиддич-битва. В Измайловском парке – джазовый джем сейшен, а на Тверской – карнавальная ночь. Безопасность празднующих на первом месте. К металлическим рамкам, проверкам и досмотру вещей москвичи уже привыкли. А на особо охраняемые площадки нельзя пронести даже стеклянные бутылки, бокалы и пиротехнику. Погода не порадовала местных жителей снежком и морозцем, температура воздуха около нуля. Зато москвичи восприняли это как повод продлить уличные гуляния. В этом году у них была реальная возможность посетить несколько площадок. Впервые автобусы, троллейбусы, метро и московское центральное кольцо работали всю ночь. Красочная иллюминация и море света сопровождают все празднества в Москве. А они продолжатся до Православного Рождества и Старого Нового Года, то есть до середины января. Дана Нужан, Тимур Алтенбаев, Россия, Хабар, 24.